О! Ух ты! Вкусные истории! Здравствуйте! Я Кулинарный Волшебник! Сегодня нас ждут новые приключения в стране кулинарии! Время проходит, традиции остаются. Шоколад Каркунов Вот мы и дома. Соскучился, Падди, а? Да, весь мир объехал. Хорошее лето выдалось. А у меня тоже отпуск будет. Скоро, в декабре. Пингвины будут тебе рады. А вот я плавал. С дороги-то устал. И то верно. Во многих странах гостя сначала приглашают к столу. Проходи. Явца заморских не припасли уж извини. Но старому знакомому всегда рады. А ну-ка, позволь-ка, я тебя сам угощу. Чай твой, а сладости мои. Погоди, сейчас лахнешь. Ну вот, какую-нибудь маракуйю сейчас притащит, и чай не в радость. Знакомьтесь. Мой друг и отличный повар. Ммм, Феримор, сэр. Очень рад, сэр, вам. Он по прадедушке итальянец, а по воспитанию настоящий англичанин. Лучшего повара и не сыщешь. К вашим услугам, сэр. Ты ж сам хотел попробовать чего-нибудь заокеанского. Я? Феримор, что у нас сегодня к чаю? Пирог, любимый на всём американском континенте. Браунис, сэр. Пить, позвольте. А кто такой этот Браунис? В Англии и Шотландии, по-моему, так домовых и барабашек зовут. Брауни. Пирог по фамилии барабашки, это здорово. Такой именной. Хи-хи-хи. Сэр, Браун это коричневый, то есть шоколадный. Да ты не спорь, не спорь, в своей родне только он разбирается. В разных концах света из шоколада готовят десерты и выпечку. Рецепты с шоколадом отличаются высокой калорийностью и питательностью. А свойство шоколада поднимать настроение незаменимо за праздничным столом. У вас, сэр, глубокая жаростойкая посуда есть? Конечно, есть. Говорите сразу, что нужно. Кулинарное образование имеется. Тогда, сэр, я вам доверяю промазать всё маслом и обсыпать мукой. Хе, он бы ещё плиту доверил разогреть. Нам-то не впервой. Феримор, а это мне что делать, а? Хе-хе, вилку в розетку вставлять будешь. Хе-хе. Продолжение следует... Сахарная молодость. Ой, ну всё помню. А где это включается? Сахар и муку приготовил. О, огонёк маленький. Теперь моя очередь. Веретено. Ух, смотри, как жужжит. У нас так каждый день жужжит. Хе, путешественник. Посуда готова, сэр. Прелестно, прелестно. Берём растопленный шоколад и добавляем в это масло. Потом яйца, сахар и мука. О, я не понял. Выключать? Ни в коем случае. Ломайте орехи, коллега. В тесто добавлять будем. Сразу видно, повар он отменный. Меня ещё никто не использовал как толкушку. Любил же сладость этот, Браунис. Для таких шоколадных пирогов можно использовать грецкие или лесные орехи. Так, шоколад, яйца, масло, сахар, мука. О, орехи! Так, включайте духовку. Ой, уж лучше бы мы с тобой чаю с баранками попили. Сейчас и попьём с пирогом сладким. Ух! Ну, очень сладким. Хе! Через 20 минут всё будет готово, сэр. Вот видишь, всего 20 минут. Присядем. Ага, корочка хрустит, значит готово. Шоколадные пироги Браунис готовят с курагой и орехами. Украшают шоколадом, режут дольками, как печенье. И хранят в замороженном виде. Итак, пирог заморский. Для моих друзей и для меня перемор. Сэр. Ух, сладкое объедение. Для того, чтобы приготовить торт Браунис, необходимо полторы плитки чёрного шоколада кракунов, 260 граммов масла, 4 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан ломаных грецких орехов и 1 стакан пшеничной муки. Духовку разогреть до температуры 180 градусов. Обмазать дно глубокой сковородки маслом и посыпать мукой. Затем растопить шоколад и охладить его до 45 градусов. При помощи миксера взбить отдельные яйца и масло. После этого выложить масло в шоколад. Постепенно добавить взбитые яйца, сахар, муку, не прекращая мешать. Выложить полученную массу в сковородку. Выпекать около 20 минут до образования хрустящей корочки. Вытащить из печи и дать пирогу остыть 20-30 минут. По желанию украсить шоколадом и орехами. И разрезать на части. Приятного вам аппетита!